Благоустроим город к празднику вместе. Такой призыв прозвучал на прошлой неделе в местных средствах массовой информации и явился приглашением на общегородской субботник. В пятницу в 15 часов уборка развернулась сразу в трех местах. На центральной площади города, где на субботник вышли работники Буйской городской администрации, на привокзальной площади, которая сейчас реконструируется, и устроящегося спортивного комплекса «Флагман». Здесь на уборку вышли Буйское местное отделение политической партии «Единая Россия», фракция «Единой России» в Буйской городской думе и работники фирмы «Вариантес». По инициативе администрации города Буя, ну как бы «Единая Россия» местное отделение решило поддержать инициативу администрации и убрать город к предстоящим праздникам. Перед открытием спорткомплекса, то есть мы там уже делали субботник, второй раз уже как бы на чистовую все почищается, ну и здесь перед днем же дорожника, перед днем города, вот на, так как здесь реконструкция идет площадь, и здесь тоже проводим субботник. Как всегда обзвонили, всем написали, люди откликнулись, в принципе, рабочее время кто-то отпросился, я думаю, что сейчас и руководители предприятия понимают, что все-таки в городе ведется много работы, и поэтому не отпустить людей на благое дело вроде как-то неправильно, поэтому народу действительно собралось много, все работают. Валерий Васильевич объявлял по телевизору приглашения, кто-то люди сами просто приходили, а так, да, и члены партии, члены фракции, депутаты. Планам активных горожан не смог помешать и дождь, прошедший накануне. Сначала думали, что субботник придется переносить на другой день, но погода не подвела и было сделано то, что запланировали. Года благоприятствия сегодня прям нам, да, подфартило, то, что дождя нет, все работают, нормально все. А фронт работ был следующим. Из привезенной на привокзальную площадь почвы нужно было выбрать мусор и корни, затем почву разровнять. С деревьев опиливали и убирали сухие ветки, сразу же грузили их на машины и увозили с площади. Участники субботника принесли с собой инструмент, заранее договорились с техникой. Взрослые привлекли к уборке подрастающее поколение, своих детей. Также к участию в субботнике присоединились и просто гулявшие рядом дети. Ты с кем пришел? Я сюда один. Один? Да ладно. А ты где-то живешь рядом? Нет, бабушка рядом. Бабушка рядом. То есть ты гостил бабушки в гостях и пришел сюда, да? А почему сюда пришел? Помогать. А чем помогаешь? Собираю мусор. У нового спортивного комплекса «Флагман» территория непростая, есть болотистые участки. Но это не пугает активных неравнодушных боевлян. Субботник здесь проводится уже не в первый раз. Мужчины вырубали кустарник, а кашу в литрову, женщины убирали их. Полезное начинание решили продолжить и в воскресенье. На субботник на берег рек на Стрелке вышли те, кто не смог принять в нем участие в пятницу. Это депутаты Буйской городской думы и снова партийцы. Причем среди единороссов было много железнодорожников. Напомним, что в этот день, 7 августа, отмечался профессиональный праздник – День железнодорожника. Так вот, отметить его многие решили трудовой вахтой на пользу родного города и всех боевлян. Стрелка – место историческое. Отсюда, согласно историческим фактам, и пошел наш город. Здесь Буй был основан. Это излюбленное место прогулок как горожан, так и гостей города. Оно, как считают участники субботника, в первую очередь должно содержаться в чистоте. Хотелось бы в этот день, как бы объявить дату, да, сегодня день железнодорожника, 110 лет локомотивному депо Буй. Хотелось бы поздравить в этот день всех, во-первых, ветеранов, заслуженных работников железнодорожного транспорта депо Буй, нынешних работников, молодых специалистов, которых все в будущем, так сказать. Вот. Ну и как сюда попал? Дело в том, что, являясь членом партии «Единой России», да, и работником железнодорожного локомотивного депо, не остаюсь равнодушным к культурному состоянию нашего города. Вот. По первому зову, так сказать, организаторов вот этого субботника, это Контрашкин Сергей Юрьевич, вот, мне позвонил и сказал, там, Сергей Анатольевич, надо помочь. Я говорю, конечно, вот, откликнувшись, я пришел сюда поработать, тем самым отметить праздник, так сказать, в трудовом коллективе. Ну, Стрелка, во-первых, почему? Дело в том, что по субботам и воскресеньям, и вообще, как бы, выходные дни, да, здесь отдыхают наши жители города. Это, во-первых. Во-вторых, немаловажно, сюда приходят брачующиеся, вот тут вот установлен, как бы, постамент двум, ну, как бы, два кольца здесь обручальных, это, как бы, являет собой признак того, что семья – это, как бы, ячейка общества. Вот, сюда приходят, так сказать, будущие молодожены, и поэтому, для того, чтобы они сюда приходили, им было приятно все это видеть, вот, поэтому мы и выбрали это место. Дело в том, что если бы место было бы чистое, то мы бы сюда не пришли. Мы пришли туда, где действительно необходимо обратить внимание и, так сказать, привлечь своих коллег и, в общем, это место облагородить, чтобы оно сливалось с общим фоном нашего города. Все-таки суббота и воскресенье у каждого человека свои дела есть. Сейчас, как бы, сезон такой, кому на огороде что-то сделать, у кого-то какие-то свои проблемы, вот, а те, кто действительно, просто, как бы, поленился и не пришел, мы только можем призвать к тому, что труд облагораживает, труд объединяет, вот, и надо, как бы, совершенствоваться и к объединению, так сказать, двигаться. Город – это его люди, строящие его, ухаживающие за ним, заботящиеся о нем, прославляющие его ратными подвигами и мирным трудом, приносящие ему славу своими достижениями в разных областях. Проведение субботников гражданами по собственной инициативе – это доказательство того, что праздник города во все времена должен отмечаться не только народными гуляниями, широкой культурно-массовой программой, но и конкретной помощью – приведением улиц и скверов в порядок. В пятницу у нас проходил субботник администрации, как бы, на благоустройство города к 480-летию. Но я человек работающий, работала, не могла принять участие. И когда я услышала от Вагановой Натальи Петровны, что вот состоится еще один субботник на стрелке по уборке территории, то попросила, чтобы они приняли меня в свою бригаду. Место это знаковое. Здесь много молодежи гуляют, а молодежь должна ходить в красоте. Тогда они привыкнут к этому и будут сами благоустраивать свой город в дальнейшем. Это мои такие мысли. Здесь церковь, здесь верующие ходят, отдыхают. Здесь у нас, да, установлены обручальные кольца, скамья примирения, и было бы не очень приятно ходить, когда не скушена трава, не убрана. Люди гуляют, речка рядом. Ну, здесь очень много народа. Помочь благоустройству города, убрать лишние, ненужные деревья, сучки, то, что мешает. И просто душой поболеть за свой город. День города, центр города считается у нас массовым местом встреч, гуляния. Поэтому не случайно, наверное. Нормальная компания, все наши работники, как бы «Единая Россия» и эксплуатационного комитетного депо. Помощь городу, как бы все равно душа болит за свой город, за наш зеленый город. Люди пришли, большинство партии «Единая Россия», я в принципе не состою в этой партии, но я считаю, что каждый человек в городе независимо. Состоит он в какой-то партии, нет. Но на благо города он должен сделать что-то хорошее. И без разницы, с кем. Вот собралась хорошая группа энтузиастов. Люди пришли в свой праздник, в свой выходной день. Я думаю, город будет благодаренным.